Папи-по-папи-папа-папи-папа-папарин Аааа I hear an obey Сколько у нас слайдов-то. 33 Ууухуухуухуууу Пара часиков обзорчика Отхайпит она Так что там ха ха ч Sorry Всем привет Это два часа обзора от большого русского босса Гордстоуна Но это не точно Ладно, ладно, простите, я очень плохой пародист Да и к тому же Биг Рашен босса я не очень люблю Кроме, конечно же, брата-добротана-братишки Это слишком уж хитяра Итак, дорогие друзья Сейчас будет океан Сейчас будет океан, сейчас будет море, воды Приветствую вас на ежепатчевом, можно сказать Ежесезонном наливании водицы В уши и вешение лапши Неправильных предиктов И всего-всего-всего от Хапитана 16 часов, а значит, наконец-таки обзор долгожданный У нас скопилось 33 карты Я специально их старался особо не палить Само собой, это не получалось Там везде-везде-везде все выложено В группе появляется И это просто не избежать никак И это к тому же еще очень интересно Но сейчас я буду смотреть на эти карты На большинство из них я буду смотреть первый раз И следующий обзор появится уже тогда, когда скорее всего выйдут уже все-все-все-все-все-все карты Когда я вернусь из отпуска, где-то примерно в середине августа Вот, такие дела Всем привет, всем привет Обзор, который сначала считали, что фейк Потом оказалось, что не фейк Рыцари ледяного трона Сначала мнение по поводу этого Я ожидал куда более чего-то грандиозного На ледяную корону Ледяная корона это центровое Центровое вообще подземелье Всего Всего мира World of Warcraft Всего Warcraft вообще в целом Потому что как бы это Приключения Артаса А приключения Артаса это Основная канва Warcraft 3 И вообще основная канва Всего-всего-всего Ну, можно сказать, одна из таких New Wave Историй Ну, не суть важно Ожидал, надеялся на Надеялся честно на добавление АДК Но, видимо, они пока к этому не готовы Может быть, тогда, когда уйдет первый набор Первое крыло Когда уйдет Когда уйдет злачный город Прибамбас Который поделился классом на 3 Они когда-нибудь это все дело ведут Но Похоже, что не оно Погнали Погнали, дорогие друзья Сигнатурной Сигнатурной особенностью этого аддона Является то, что Каждому герою Как в прошлом патче дали По легендарному квесту Так и в этом патче дадут По уникальной классовой карте Которая будет превращать вашего героя В зомби-версию вашего героя То есть охотника в зомби-охотника Если вы Риксар, вы превращаетесь в зомби-риксар Если вы Алерия, вы превращаетесь в зомби-риксар Какого хрена так Никто не знает Видимо, кончилась краска в пейнте И они не смогли нарисовать дополнительные арты Щито поделать При этом, при всем, выходит новый арт на паладина Это молодой Артас О нем мы поговорим немножко позже Но и на него тоже кончилась краска Жил-был Артас И, минуя форму рыцаря смерти Он превращается в зомби-утеро Гейм-дизайн Близзард и проектор И проекты ранга 3а Вот как надо делать игры, ребят Ладно, все, поехали Карты, 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 конечно Карты, все серьезно Картиночка очень симпатичная, конечно же Первая карта Итак, ловчий смерти Риксар Собственно, естественно Первая карта Зомба-героя Ну, ладно, не зомба-героя А, собственно, рыцаря Вариации рыцаря смерти На тему охотника Вот у нас ловчий смерти Риксар Это Рыцарь смерти Охотник Вот так вот выглядит у нас За 6 кристаллов вы меняете своего героя По сути По сути напоминает Джараксуса Такая подобная механика уже была реализована Да, у нас был Джараксус 9 кристаллов Давал 15 хп вашему герою Заменял вашего, собственно Гулдана на Джараксуса Менялась хераобилка Появлялось оружие В жизни все было здорово Но вас могли убить сакрифишел пактом Здесь нечто аналогичное У вас остается ваш запас здоровья Вы получаете 5 армора Когда играете эту карту За 6 кристаллов Что не весь что Но при этом боевой клич Наносит 2 единицы урона Всем существам противника То есть сразу сдается АОЕ на 2 То есть только за эту карту Вы имеете на охотнике Консекрэйшн по всем Плюс 5 армора За 6 кристаллов Вообще-то это уже неплохо Самое главное Что меняется Меняется ваша хераобилка А на что она меняется Мы видим сейчас Это зверодел То есть раньше у вас был стедишот Вы могли делать фейс рейс Теперь у вас зверодел Создать своего зомбозверя Зомбозверя Я не знаю Если там дальше на артах На артах Что происходит Но что такое зомбозверь Может быть мне сейчас Кто-нибудь скинет видосик Чтобы я показал Но если вкратце Вам дается Вам дается Две раскопки Из всех зверей Как я понял То есть как бы Классов других Других классов Не знаю точно Но по идее По идее По идее Ну как бы По правилам раскопки Должны быть только Только ваш класс И нейтральные Приложение-то открой Ага Там должно быть Сейчас приложение Сейчас 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 Секунду Приложение Приложение Вот Все Вот Звери Вот Нету Не знаю точно Какие именно звери Но если вкратце То берется Берется раскопка зверя Звери До 5 кристаллов Вы раскапываете их Два раза И комбите их То есть как бы Вы не сможете Заиметь там Хаймейна Плюс кабана Не сможете Потому что Хаймейна нету Но кабана На тебе ссылку На все карты Не благодари Мне не нужна Ссылка на все карты Мне нужна Мне нужен Именно Видос Сомба-зверем Вот только он Вот Кабана И предположим Хаймейна Не можете Зато можете Тандрарина Который дает Чардж Всем зверюкам И предположим Бладфенраптора Что в принципе Дерьмовая комбо Но зато Есть и жесткие комбо Например Кабан За 1 кристалл И 1-1 статы Дает любому Вашему зверю Чардж Что вы Само собой Можете использовать Например Есть коварный Птенец Который может быть 4-4 За 4 Который Сразу вылетает Бьет лицо И трансформируется Если есть Винфури Ролится сразу Ролит Винфури Ролит Ролит Инвиз И вуаля У вас уже Супер Супер Раздаватор 3000 То есть Как бы Может повезти Само собой Вам выдают Зверей много Уже Точно И вам выдают Ваших зверей Классовых И обычных зверей Нередко Будет Ролиться Просто Пайлуха Ну если Говорить про Десятый ход То Как правило Чтобы сыграть Юнита Из воздуха Просто в этот же ход Вам надо будет Иметь юнита За 8 кристаллов Потому что 2 кристалла Вы тратите На херобилку Что в принципе Легко Достигается Не забывайте О еще Одних таких Нетривиальных Комбо Где там Например Вы можете Взять Эту крысу Которая Как бы 2-2 2-2 С десратлом Сколько у нее Атаки Столько юнитов Дать Ну и догнать ее Да 2 кристалла Вы потратили На херобилку Кристаллы Вы потратили На часть крыс И еще 5 кристаллов Вы можете Потратить Куда хотите Берете Какого-нибудь Стрэнглхорн Тайгера Ну тигрилу 5-5 в инвизе И вуаля У вас 8-8 в инвизе Которая Когда умрет Даст 5 Даст Весь стол Забитый крысами Это Вообще-то До хрена Вылью Для Ничего Потому что Вы не тратите На эту карту Вот В общем и целом Судя по всему Они видят Ханта Каким-то контрольным Не знаю Получится ли у них Это Будем посмотреть Пока что Пока что Не ясно Вот Как это в игре Выглядит Я сейчас Показать не могу Может быть Потом Может быть Потом Покажу Видосик Хотя кажется Мне что-то Накинули Вот видосик С Рексаром Вот Изи Пизи Какая охота Началась Все Умирает Чехом Собачьим Потому что Имбав Передаешь Ты ход Демонера Собственно Вот он Зомби Зверя Будет Собирать Раскопка Из нейтральных Нашел Кадоя 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 И Бора Ну вот У нас Кадоя С чарджем За 6-4-6 Нифига Себе Хотелось бы Уже Уже Очень мощная Крича Интересно На что нам Какой-нибудь Покажет Нет Больше Никакой Не покажет Ну и Шикарно Ну и Шикарно Так Сейчас Секундочку Ребят В общем В общем Как видите Шикарно Собственно Все батл края Сохраняются Да То есть Берете Муклу Вы имеете За 3 кристалла 5-5 стадов И накидываете Оппоненту Банана Это очень здорово Ну как бы Получается Что вы можете Вот таким образом Копить статы Не забывайте о том Что есть там Старый добрый Бист Который 9-6 За 6 И как бы Вы Кабана К нему Присобачиваете И у вас 10-7 С таким С десратлом На который Индифферентно Потому что 10-7 Чардж Это 10-7 Чардж Это вообще Неигнорируемая сила Карту обсудили Круто Стильно Модно Молодежно Но вспоминается Прошлый патч Помните Что было Прошлым патчем Нам сначала Погазали Хранительницу Амару Это было 8-8 Таун Который выставляет КП на 40 Все такие Вау И Глазиком Подмигивали А на деле Она не играла Потому что Просто нафиг Не нужна была В мете Зверодел Это контрольная Херообилка Пока что Еще ни разу Не был реализован Контрольный контрольный хант за всю историю Хардстоуна. Что-то подсказывает, что следующий патч не исключение, но может быть он что-то придумает, потому что зверодел как минимум может наносить много урона в лицо за ход. Астральная плеть. Новая, также вторая сигнатурная новая штука, это лайфстил. То, что раньше было прописано в Суккубе, что раньше было прописано в Сенопале Агнеусе, теперь выглядит вот так. Похищение жизни. Похищение жизни наносит 1 единица урона всем существам. Сколько урона эта карта нанесет, столько, собственно, жизни, настолько хп себя захилит приз, потому что это классовая призовская команка. Не очень понимаю, почему Чародейский взрыв наносит 1 единицу урона всем существам, а Астральная плеть наносит, делает то же самое, но еще и имеет лайфстил. Где здесь баланс, непонятно, ну, потому что это разноклассовые карты, видимо, чихать. Вот. Но все же. Вот такая вот новая Астральная плеть. Анти-агро. Анти-агро. Такая ауеха, само собой. С СПД-хами. С СПД-хами она будет особенно жестко сиять, потому что вот вы... Астральная плеть по всем. А, по всем, еще и по вашим. Но вы можете еще выхилиться за своих, ребят. Да, вот, вот, вот. А мы нашли, мы нашли... Ребята в часике подсказали отличия между Астральной плетью и Аркан Экспложеном. Да, действительно, действительно, работают по-разному. Прошу прощения. Вот. Но, опять же, вы можете хилиться. Это неплохо. Один ХП с вашего юнита вам. Это, как правило, для арены это точно минусовая тема, да, потому что ваше лицо, по сути, не значит ничего. А ваши карты это ваш ключ к победе. Вот. Но для Констракта да, это может значить очень многое. Современные Токен Деки будут точно сильно страдать от этой карты. Если они в таком виде, в котором есть, дойдут вообще до следующего патча. Я больше чем уверен, что следующий патч, как и предыдущий, постарается перевернуть игру с ног на голову. Он, кстати, собственно, ее и перевернул. Остались из старых дек по сути только пиротвары. Ну и хорошо. Как бы они такие, такие, такие должны были остаться. Вот. Похищение жизни. Само собой, если вы забафаете из ПД и наносите уже плеяде юнитов не один урона, а два, то вы увеличиваете и хил, который получаете. То есть, как бы, похищение жизни автоматически механика, которая любит бафы. Что, собственно, важно. Что, собственно, важно и посмотрим, как это будет работать. Без бафов, само собой, это особо не решает. Вот. Погнали далее, погнали далее. Для арены не очень в Констрактеде. В Констрактеде может быть в количестве одной штуки в деке, но я особо, особо, особо не верю в это. Так, Рыцарь Ледяного Клинка. Рывок, похищение жизни. Собственно, самый ближайший аналог, самый ближайший аналог, это у Паладина классовая карта это Синопал Агнеус, потому что у Синопала Агнеуса по сути Бабл Таун похищения жизни. Вот, Рыцарь Ледяного Клинка это 3-2 Чарж с похищением жизни. Если есть у Вары, например, классовый Таун за 4, это 4-3 Чарж, то здесь минус 1-1 статы, но зато вот добавили похищение жизни. В принципе, похищение жизни так и должно работать. Да, оно как бы стоит один кристалл. Ну и здесь оно вот выглядит как один кристалл и, наверное, правильно. А что первое в голову приходит? Правильно, вам нужен какой-то баф на этого чувака. То есть, если вы его забафаете, то он будет, помимо того, что как бы получать вэлью отрывка, будет еще получать вэлью от похищения жизни, что очень здорово. Поможет, поможет отхиливать лицо. Но, если, предположим, вы деретесь против какого-нибудь фризмага, то вы просто в любом случае не успеете похилиться. Поэтому похищение жизни должно быть завязано на том, что вы равномерно получаете урон, чтобы похищение жизни не работало. Потому что, как бы, похищение жизни это не весь какой хил. Это, это как бы теоретически в идеале много хила, но на деле это, как правило, вот он будет вылетать, хилить вас на 3 и ей, 3 хила себе, 3 урона, вуаля, вот у нас такой вот ремоул за 4. То есть, без бафа это выглядит просто пока что слабовато. Погнали далее. Принц Келесет. Боевой клич. Если в вашей колоде нет карт за 2, все существа в ней получают плюс 1, плюс 1. Тебе не остановить мощь квалдиров, да только вот какое-то вот очень, во-первых, для всех, во-вторых, очень хитрый. Первое, что приходит в голову, когда ты видишь Принца Келесета, это само собой, это скорее всего не играет, скорее всего, это не играет вообще никак на арене, хотя, может быть, может быть, и сыграет. Вот. Во-вторых, это может быть играет с какой-то оголтелой агрой, которая не любит вообще, вообще, ничего старше единицы. Например, сразу в голову приходит Хант, который сейчас не играет, но квест Хант. Может быть, при помощи Принца Келесета он получит второе дыхание для себя, потому что он соберет кучу единиц, которые, собственно, получат баф, и как бы любая единица, которая получает 1-1 баф, это очень круто. Очень круто. Потому что вот у вас есть Квайр Авангарда, это такой 1-1 бабл, ну, 1-1 бабл и окей. А когда у него получает плюс-1, плюс-1, становится 2-2 бабл. И вы сразу вспоминаете Шилдет Мини Бота, который был достаточно ну, просто ходячий головной боли и был очень мощным юнитом. То есть, грубо говоря, если у вас получается сходить быстро к Принца Келесета, то это своеобразный очень мощный вин кондишн. Само собой, это работает только если Принц Келесет вам пришел на стартовом мулигане. То есть, вы, грубо говоря, когда видите Принца Келесета, понимаете, что у вас своеобразный голдфиш. Это очень, ну, это очень, ну, это прикольно, это баф, это, собственно, то, о чем я говорил, то, на что я надеялся, что будут вводиться карты, которые, собственно, улучшают игровую ситуацию для нынешних квестов, которые сейчас не играют. Вот вам Принц Келесет. Причем, хочу отметить, что если в вашей колоде нет карт за две маны, то есть, получается что? Что вы можете просто брать одного Принца Келесета и все. У вас может быть туча единиц, туча троек, туча всех карт, кроме двоек. Это, этого можно избежать, этого можно избежать, это не весть какое, это не весть какое упущение, то, что у вас нету двойки. Ну вот, вполне неплохо, вполне неплохо. К тому же, да, ребята в чатике говорят, это тоже интересная комбо, вы можете попытаться скомбить Принца Келесета и вы можете собрать обычную контрольную деку, вы можете взять Принца Келесета и Хеминга, сыграв Хеминга, вы после этого можете сыграть Келесета и вуаля, у вас все карты забафанные. И я не думаю, что это весть какое value, потому что value тех дек, которые сейчас вообще представлены, это как бы, как правило, хорошие сбалансированные комбо деки, у которых есть ярко выраженная угроза и которые очень мощно развиваются, вот, поэтому как бы медленный Хемин Келесет мне не кажется рабочей схемой, а вот Келесет к Хантовскому Хантовскому секрету, к Хантовскому квесту, это весело. В общем, интересная карта, будем посмотреть. Гробокопательница, предсмертный хрип, вы кладете в руку случайное существо с предсмертным хрипом, 3-1 за 3. Ну, скажем так, они сделали вывод, они сделали вывод из карты Защитник Холмов, и сделали правильный вывод. Защитник Холмов был откровенным оверпауэрдом. Команная карта, которую может каждый взять себе в деку, 1-4 таунт, за 4, которые раскапывает тебе таунт, это слишком дофига. И вот вам подъезжает примерно, примерно более правильный вид этой карты, но развернутый под предсмертные хрипы. То есть, в предсмертный хрип вы кладете в руку случайное существо с предсмертным хрипом. Да, будучи магом, вы можете найти Тиреона. Да, будучи магом, вы можете найти Тиреона. 3-1 за 3. Само собой, 3-1 за 3 это фигня. 3-1 за 3 это фигня по статам. То есть, как бы, по сути, даже бы, в идеале бы, все-таки, видеть на ней статы 3-2. Чтобы она, как бы, была двойкой сама по себе. Но вы добавляете ей кристалл, и поэтому за счет этого получаете случайное существо с предсмертным хрипом. Так она выглядит как-то недостаточно хорошо. То есть, если подумать о том, что вы хотели бы ее в Нзодеку, вы в Нзодеку и так соберете себе юнитов с предсмертным хрипом. Но, но, может быть, гробокопательница нужна просто для того, чтобы легче было разыгрывать Амари. Амару, Стражницу Амару. Вот так вот. На арене это просто окей. На арене просто окей, потому что 3-1 это статы плохой-плохой двойки. 3-1 с баблом нормально за 3. 3-1 с баблом. 3-1 с баблом нормально за 3, именно потому, что зачастую никто не имеет никакого пинга, никакого, никакой тычки. Это очень важно понимать. И она нормально, а не имбалансно. Если ты вспоминаешь защитника холмов 1-4 за 3, ты понимаешь, что он куда жестче. У него и статов больше, у него и таунт навязан, и он раскапывает, а не кладет случайное существо. Вот. Поэтому гробокопательница, мне кажется, просто разумной картой. Просто разумной картой. Просто вот разумной картой и все. Для арены для арены хорошо, потому что, ну, вы заставите, если вы играете против мага-роги или друида, вы заставите потратить 2 кристалла, а в случае с рогой и друидом еще и получить лицо в урон, при этом при всем вы получите рандомный присмертный крип, он может оказаться крутым, он может оказаться мусором. Это очень важно понимать. Вот. Для Констрактеда неужели нету среднего вэлью карт, которая бы обогнала по вэлью гробокопательницу? Серьезно, а неужели нету среднего адекватного вэлью карт? Что вот эта гробокопательница со своими статами 3-1 за 3 может делать? Есть Яйцекрат, да, очень похожий. У него 3-1 за 3, и при этом при всем присмертный хрип это две ящерки здесь и сейчас прям сразу. Вот. Ну, может быть, гробокопательница будет чуть-чуть получше, чем Яйцекрат на арене. Вот. Но не считаю, что это что-то очень крутое. Да, единственный ее хороший плюс это то, что вы можете получить предсмертные хрипы, карту с предсмертным хрипом в другого класса. То есть, как бы, она будет выкидывать Тиреона, и, безусловно, будет Ральден, где она выкидывает Тиреона. Безусловно, будет. Погнали далее. Исследователь чумы. Серия приемов. Ваше выбранное существо получает яд. А вот тут вот начинается реально интересная карта. Во-первых, вспоминаем, как это все дело работало в прошлом патче, и мы от этого очень дико карагазмировали, просто контрольный паладин на адаптациях не взлетел, но ваше выбранное существо получает яд. Напоминаю, что если пироманту дать яд, а потом сыграть спелл, то он вайпнет всю борду. Напоминаю, что если джанглеру дать яд, и после этого он будет стрелять своими даггерами, то каждый даггер, который попадает в существо, убивает это существо. В общем, в этом ключе исследователь чумы и хорош. Роги дали снова достаточно неплохой ремовал. Если кровожадный злолист откровенно очень силен, то исследователя чумы, чтобы реализовать, вам реально вам реально надо постараться попотеть. Но при этом при всем у вас появляются вот такие вот бортклиры. Например, вот раньше с вестником, ой, господи, с вестником, с пиромантом зачистки не было, теперь вот появилось. вот можно что-то придумать, можно что-то придумать, если рога, если рога все-таки будет какая-то контрольная, то почему бы и нет. Я читаю все чаты и ютуба в том числе, но мне сейчас не до чтения чата и не до общения с зрителями мне обзор. Такие пироги, такие пироги. Ну, само собой, 2-3 за 2 это недостат. Недостат и вот при этом при всем серия приемов. Я вот думал о том, я хочу кинуть его, предположим, на пироманта. Я кидаю пироманта, предположим, я кидаю его, вот у меня 5 кристаллов потрачено. Мне еще после этого надо потратить какой-то спелл, например, монетку. И это как бы дает мне дополнительный кристалл, это говорит о том, что я похожу на 6 кристаллов. И после этого я смогу вайпнуть всю борду, в том числе и свою. Действительно ли это хорошо? А может быть я смогу спасти каким-то чудообразом жонглера, который стоит у меня в заднем ряду и смогу отстрелить там всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех. Не знаю, карта интересная, найдет ли она применение, не знаю. Для арены это точно хорошо, потому что просто накинуть яд, чтобы разменяться каким-то, какой-то мелкий кричай с большой, это просто практически так же хорошо, как просто сыграть злорист. Практически так же хорошо, как сыграть злорист. Если злорист это сыграть какое-то что-то мелкое и сразу убить, то здесь исследователь чумы это сыграть что-то еще более мелкое, потому что там он стоит не 5 кристаллов, а 3, и вот кинуть на какую-то мелочь и разменяться. для арены точно хорошо. Ледорез уничтожает любое замороженное существо, которому наносят урон. Классовая пуха шамана. Давайте для начала посмотрим на нее без ее подписи. Без ее подписи это невероятный мусор. У паладина есть 1-4 пуха за 1, у роги херойбилка это 1-2 пуха за 2, 1-3 за 3 это откровенно говоря, это откровенно говоря, плохие статы для оружия. Откровенно говоря, плохие статы для оружия. Вот. Но, но у нее есть перк, и это классовая пуха шамана, которая позволяет шаману убивать замороженное существо, которому наносит урон. Здесь точно надо понимать, что из того, что мы пока что видели, из того, что мы увидим в этом обзоре, они планируют добавить кое-какие механики, обрабатывающие ситуацию заморозки стола для типа стихийного шамана, типа стихийного шамана, и, собственно, мага. Поэтому ледорез, возможно, будет нужной в единичной, может быть, даже в двух экземплярах карты для вот этого шамана, который будет играть на заморозке. То есть, предположим, что мы можем сыграть ледяной шок, а после этого ударить ледорезом. Вуаля, мы убили как бы юнита, и после этого у нас ледорез остался, мы можем эту ситуацию повторить. Вот. Предположим, что у нас будут какие-то элементали, или какая-то лего, которая полностью замораживает борду оппоненту, что позволит нам, собственно, ледорезом убить вообще любого юнита, и как бы пока у шамана будет экиппинг ледорез, мы будем думать, что-то я ничего против него играть не хочу, он же убьет. Вот. Но только из-за этого перка с уничтожением ледорез хоть как-то можно расценивать. Просто как пуха, который ты можешь отмахаться, вообще никак. Погнали далее. Не, подождите, стойте. Ну, в общем и целом, кратко резюмируя, кратко резюмируя, если будет вот этот шаман на заморозке, то ледорез должен играть. Если не будет, то, скорее всего, мусор. Для арены точно нет. Бладрейзер. Варовская пуха. Укус смерти версия 2.0. Если раньше укус смерти был 4.2 за 4, который Десратлом давал 1 урона всем миньонам, то теперь Бладрейзер, который 2.2 за 4 резко хуже. Для пухи это очень важно, потому что, как бы, как было раньше с укусом смерти. Во-первых, было очень много юнитов 5.5, очень много юнитов. И ты мог убить первого юнита 4.0. У тебя был первая атака на 4, вторая атака на 5. Здесь у тебя первая атака на 2, вторая атака на 3, но зато 2 покрутилки. Собственно, первая и вторая. Я считаю, что это в разы хуже, чем укус смерти. В разы хуже, чем укус смерти. И не знаю, будет ли это популярной. И я не знаю, будет ли это популярной картой. Потому что, как бы, для оружия, практически для любого, которое не просто специфическое, как АТЕЖ, или, предположим, вот эта новая пуха, для него критически важно обладать хорошим уроном. Потому что это ремовал. Это тот момент, когда ты размениваешь свое хп на, по сути, вэлью, на юнита какого-то. И Бладрейзер просто мешает. У вас тайминг 4-го кристалла. Вы достаете пуху. Кстати, первая атака тоже на 3, потому что, как только вы достаете пуху, уже носит 3 урона. Получится, за 4 кристалла у вас 2 атаки по 3. Хм, забавно. Скажем так, если будет какая-то дека, которая позволяет вам вытаскивать вэлью из первой АОЕхи и из второй, то, может быть, хорошо. Точно надо понимать, что, как бы, вы делаете вертуху на 1 урона на 1 ход, и вертуху на 1 урона на 2 ход. То есть, это своеобразный еще при этом АОЕ-контроль. Да, это АОЕ-контроль. Это очень важно понимать. То есть, ближайший аналог этой карты это не Укус Смерти. Не-не-не-не-не-не, нифига. Укус Смерти был крут тем, что он просто урон-контроль. 4 урона сейчас, 5 урона на следующий ход плюс АОЕха, под которую ты на первый ход вешаешь Укус Смерти, а на второй у тебя уже 5 кристаллов, ты можешь что-то покидать, ударить, получить вэлю из того, что ты покидал. Бладрейзер. Так не работает. Бладрейзер это реально плохой свайп. 22 плохих свайпа подряд. То есть, в свайп это 4 урона в таргет и один всем остальным. Без, ну, само собой, эта штука по единице урона по лицу не бьет. И тут вы достаете Бладрейзер. Это сразу АОЕха и удар на 2. И вот второй заряд у вас ровно такой же. Может быть, может быть, вары найдут этому применение. На арене, если у вас нету пух, Бладрейзер точно хорош. Это 7-8, потому что он делает дела. Вот, но пока что выглядит странно. Выглядит странновато. Не так хорошо, как у Кукус. Смерти точно. И так, первая Лего подъехала. Первая ли? Да, вроде как. А, не, они первые. Был же еще этот келесет. Blood Queen Lanatel. Lifesteal. Has plus one attack for each card you've discarded this game. 1-6 за 5. Собственно, естественно, пытаются, пытаются. Вспоминаем клатч мамку замеса за вас. Была вот у нас такая карта, которая типа очень сильно должна была увеличивать вэлью дискард лока. И дискард лок пока не играет, потому что как бы он сидит на двух стульях одновременно, а надо сидеть хотя бы на одном. То есть, либо его квест должен реализовываться легко, либо его квест должен быть убер-кэрри супер-сильным. А он не делает ни одного, ни другого. Вот. Ну вот, добавили еще одну карту. Посмотрим, что они еще добавят. Я думаю, что одной королевы Ланатель будет мало, чтобы оживить дискард лока, но в общем и целом, если мы играем жертву локари и каким-то образом дискардим все, дискардим, 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 и вот у нас уже жертва локари пошла, то к тому моменту, когда мы сможем реализовать жертву локари, у нас будет 6 задискарженных карт. 6. Это говорит о том, что у королевы Ланатель за 5-ти кристальную кричу будут такие же статы, как у Венчер Коу Мерсенери. При этом, при всем, ей на самом деле, чтобы иметь умопомрачительное вэлью, достаточно в этой ситуации будет ударить один раз. Потому что 7-6, которая бьет лайфстилом, это очень много. Это очень много. Так а вот что уж тут лукавить? Если она будет 4-6, 4-6, если она будет 5-6, это уже очень мощная, это очень мощная карта. Знающие ребята, сразу вопрос в чат. Если мы, если нам, вот мы поставили 5-6 королеву Ланатель, а нам ее убивают юнитами, мы получаем лайфстил? Если, если получаем, то, в принципе, может быть еще что-то хорошее. Да, получаем лайфстил, ребят говорят. Теперь вопрос номер 2. Мы получаем лайфстил от того урона, который нанесли, или того... Да, да, того урона, который нанесли. Да, того урона, который нанесли. То есть, если она бьет по 1-1, а у нее 7 атаки, вы получите 7 хила. Но, как обычно, как обычно, сразу, сразу и видится вполне адекватный и понятный изъян этой карты в том, что она как бы синергирует с дискардом, но никак не обрабатывает этот дискард. Ей бы статы поменьше, ей бы статы поменьше, но сделать бы бесплатный вызов при том, если ее дискардят. Потому что королева Ланатель очень часто будет просто дискарднута. И все. Вот. Само собой, если вспоминать, что есть такая карта за 6 кристаллов, которая 5-5 и воскрешает юнита, которого вам задискардили в этой игре, то помним, что, само собой, у Ланатели, у Ланатели не Батлкрай, а Аура. То есть, если этот чувак воскресит Ланатель, то у Ланатели будет полный баф. Что я скажу? Для арены это пипец, какой мусор, даже можете не рассматривать. Для констракта, да. Дискард локу, квестовому, на жертве Лакари дают возможность, дают дополнительные карты, чтобы его дискард играл. Плюс ко всему, мне кажется, что этого недостаточно. Пока что недостаточно. Посмотрим, что еще дадут. Если дадут еще что-то, что-то мощное, то, наверное, да. Не дадут, не да. Так, Никлен спрашивает, что думаешь о попытке воскресить дискард лока? Я не могу предложить, как новый дает дискард лок в ладдере, пока не выйдет ДК Гулдан. Да. Еще важно посмотреть, как будет выглядеть ДК Гулдан. Возможно, это, возможно, он будет доставать какую-нибудь карту из дискарда, играть ее с бесплатной и вау, 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 и это будет веселуха. Но пока что это кажется, пока что, пока что жертва Лакари не выглядит, чтобы играла. Погнали дальше. Принц Талдорим. Собственно, один из трех братов-акробатов, которые стоят, Талдорам, которые стоят перед Лонотелью в ЦЛК, Келесет Талдорим и еще какой-то дебил, я не помню, как его зовут. 3-3 за 3. И если в вашей деке есть, если в вашей деке нету карт стоимостью 3 кристалла, трансформируйте именно карт, карт, не юнитов, а просто карт, карт, которые, нету карт, которые стоят 3 кристалла, трансформируйте, трансформируйте Принца Талдорима, то есть, грубо говоря, сделайте манипулятора в 3-3 копию миньона. Говно! Да, следующая карта. Нерубиан Unraveler. Ладно, на самом деле я шучу, просто, на самом деле, действительно, я не очень понимаю, как это все должно работать. То есть, первая мысль, которая приходит в голову, это какой-то подозрительный манипулятор. Просто какой-то, просто какой-то подозрительный манипулятор. Вот, просто вот, какой-то подозрительный манипулятор, которым вы можете ловить копии миньонов. Копии, зачем вам ловить копии миньонов? Чтобы использовать их какой-то уникальный баф. Уникальный баф какой может быть? Само собой, мы не рассматриваем всякие таунты, провокации, чаржи и всякую такую хрень, потому что это мусор. Это слишком, слишком слабая вэлью для того, чтобы в нашу деку не возьмем ни одной тройки. Вот. Мы думаем сразу о каких-нибудь хитрых ОТК ОТК механиках. Вот. Только о каких ОТК механиках мы думаем, я не знаю. То есть, как бы, если эта штука может быть копией Велена. И это будет здорово. Например, вот у вас каких-нибудь копии Велена. Велен стоит семеру, Талдорим стоит 3-3 и тоже увеличит ваш урон в два раза. То есть, если Велен делал, а поскольку как бы там Х2-Х2, то получается уже солидный урон. Вы берете Велена, вы берете принца Талдорима, Велена вы, предположим, откуда-то по дешевке берете или Талдорима по дешевке берете, какая-нибудь карта с удешевлением или что-нибудь в этом духе. И вуаля, принц Талдорим позволяет вам иметь дабл-трабл. То есть, под Веленом Майндбласт наносит 10, под Веленом и Талдоримом Майндбласт наносит 20. То есть, предположим, вы ставите Велена и как-то его защищаете, на следующий ход играете принца Талдорима на Велена, Майндбласт, Майндбласт, 40 урона, вы как бы царь. Такой Я молодец! Малигос, та же самая сравнение. Малигос, и вы его защитили. Талдорима на Малигоса, Майндбласт, Майндласс, и вы такой Я царь! Комбосы. Только комбосы. Потому что просто, если вы видите в этой карте просто какого-то капроманипулятора, коим она и является, капроманипулятором, то она никакая. Вот, но если говорить о каких-то комбосах, то да, то это может оказаться чем-то веселым. Если получится, если получится, я, например, не знаю механики стелса, сейчас я не видел особой механики стелса, у Рогалика с Мастером Маскировки что-то там получается, но как бы надо что-то сильное спрятать, то вот Принц Талдорам может быть что-то с этим и сделает. Будем посмотреть, будем посмотреть. Принц Талдорам силен ровно настолько, насколько сильна та карта, на которую вы его кидаете. Карта Мусор и Талдорам Мусор. End of Discussion. Это суппорт Лего. Нерубиан Унравлер. Да, ну и одно из очевидных вариантов, это просто яйцо какое-нибудь забафать Талдорамом. То есть вы ставите какое-нибудь 0.2 яйцо, потому что 0.3 яйцо нельзя взять, потому что Талдорама она будет мешать играть. А, ну если только вы вытащили все 0.3 яйца уже из деки, тогда в деке не осталось ничего и Талдорам сработает. Вот, и тогда вы сможете иметь 3.3 с Десратлом 5.5. Ну, это как бы круто, конечно, но не супер. Нерубиан Унравлер. 5.5 за 6. Спелл с Кост Тумор. Латхип для бедных. Латхип для бедных и одновременно с этим для богатых, потому что стоит не 5 кристаллов, а 6. Эта карта не выглядит хорошей. Эта карта не выглядит хорошей, потому что это откровенная контракт к простецкой, к декам, которые серьезно зависят от спеллов. Но при этом, при всем добавлять ее, учитывая, что она работает в обе стороны, учитывая, что она работает в обе стороны, учитывая, что она не проходит ванилотест вообще никакой, 5.5 за 6 это просто плохо, то становится как-то не очень понятно, зачем мне это с собой таскать. Если будут доминировать деки, которые... Если, предположим, что будут доминировать фризмаги каким-то макаром и фризмаги и роги, в общем, все-все ребята на спеллах, то не Рубианан Ревеллер просто нужен будет, чтобы мешать им играть. Вот. Но Латхе был на голову лучше, потому что это был 5.5 за 5 с пропущенным следующим ходом. А эта штука такая себе, да, то есть как бы вот как бы 5.5 за 6. Я теперь могу... Ой, смотрите, и ты поразыграл 6 кристаллов, чтобы я за 6 кристаллов сыграл фаербол, чтобы это убить? Really? Может быть, хотя бы, я не знаю, и все... И после того, как я его убью, все остальные с пылу у меня становятся нормальной цены? Really? Really? И это все, что ты делаешь? Серьезно? Ты стоишь... Ты стоишь слота в деке? В деке всего 30 карт. Ты стоишь слота в деке, чтобы я тебя брал? Только если... Только если... Будет доминация всяких Антон-магов. Вот Антон-маги... Да, вот Антон-маги на 4-х девочках... Да, надо будет просто менять, ломать игру и играть, не рабя на Нравеллеров. Ну, в общем, в целом, как-то вяло. Как-то вяло. Если бы это было 5-5 за 5, наверное, я бы еще... Я бы дал этой карте более высокую оценку. Для арены точно мусор. Для констрактора... Для констрактора только если деки на спылах будут пипец как мешать. Например, попытаться сломать какому-нибудь оголтелому, хрен пойми какому, комбо-престу деку на... Деку на вот этих, на Талдоримах. То есть, Талдорамах. Я уже просто представляю, как это все выглядит. Значит, у нас есть... У нас есть два... У нас есть... У нас есть какая-то непонятная фигня, чтобы спасти Вилена. Мы Вилена спасаем, потом Талдорам. Элементальчик, элементальчик, удешевлятор. Поиск спыла. Находим дамажащий спелл. Атакуем, атакуем. Вот как бы вот эта карта под Вилена будет мешать этой комбе. Вот эта карта под Вилена будет мешать этой комбе. Но не больше. Профессор Мерзоцит. Когда вы разыгрываете секрет, вы укладываете случайный секрет охотника. 5-4 за 4. Так, вспоминаем, как работает... 5-4 за 4 пройденный ванилотест. Вспоминаем, как работает Йоксарон, когда накидывает секреты, которые уже у вас есть. Он показывает, что это за секреты. Поэтому профессор Мерзоцит может, может, просто дублировать те же самые секреты, тем самым выпалив твою стратегию и не повесив ничего. Это в-третьих, отличные новости народ слизь снова потекла. В-четвертых, это оживление, оживление старого доброго ханта, фейс-ханта на луке Орлиного Рога с девочкой 3-4, которая делает секреты бесплатными. Потому что вы как бы делаете 3-4, вешаете луку Орлиного Рога, делаете бесплатные секреты, дамажите в лицо, у вас все хорошо. И теперь в лейте, когда у вас остались какие-то парочку секретов, вы можете сыграть профессора Мерзоцида и, собственно, кто я такой, не твое дело на себя повесить. И вуаля, очень здорово. Профессор Мерзоцит плюс секрет за 6 кристаллов, это 2 секрета. На 8 кристаллов еще 2 секрета повесили, это в лучшем случае 4 секрета, а на 10 кристаллах и того вы как бы делаете 2. Если у вас еще есть девочка, которая делает бесплатными секреты, то есть вы ставите Мерзоцита, бесплатную девочку, и выкидываете всю вашу елку, что есть, то вуаля, у вас прям куча всего. Вы будете просто очень радоваться. Хорошая карта, которая, собственно, немножко оживляет агро-фейс-охотника. Учитывая, что за охотником, грубо говоря, такая-то его сигнатурная штука, всегда из рабочих дек была закреплена агро-дека, это разумно предположить, что Мерзоцит нормальная такая добавлялка им темпа. Ну что ж, плохо, что они пытаются воскресить агроту. Я, как любитель контроля, это не ценю, но понимаю, что это должно быть в игре, и если это будет играть, то Пуркуабы и Непа. Пламенеющий доспех. О, вот это крейгазменная карта. Предсмертный хрип. Если сейчас ход противника, вы получаете плюс 6 к броне. Вы разыгрываете пламенеющий доспех. 4-3 за 3. Казалось бы, ничего особенного. Но, если противник ее убьет, если противник ее убьет, то вы получите их 6 брони. Ура-ура-ура, неплохо. 6 брони, 4-3 плюс 6 армора, это дофига. Если вы ее убьете, чтобы разменяться, то ваше 4-3 просто разменяется выгодно, так как вы этого сами хотели с каким-то юнитом. А статы у нее агрессивные. Или вы можете просто поставить пламенеющий доспех и разбить, и начинать разбивать оппоненту лицо. По 4 урона в ход. Это немало. Это немало. И вам попытаются его убить. Потому что 4... 4 это сколько у нас получается? По 13,3% в периоде. Да, по 13,33%. Это дофига урона. Некоторые люди считают, что это агрокарта. Нет, ребята, это не агрокарта. Тот факт, что вы сразу пламенеющим доспехом будете бить лицо, вам его будут распивать и набафать из-за этого армор. Пиротвару армор не нужен. Пиротвар умирает тогда, не когда у него заканчивается хп, а тогда, когда у него заканчивается пар. И пламенеющий доспех это недостаточно хорошая тройка в этом плане. Потому что у него есть как минимум 3-4 за 3 пиратки, которые делают апгрейд на халяву. Вот. Пламенеющий доспех просто недостаточно силен в этом плане. Вот. А вот для контрольной деки, просто обычного контроль вара, это хорошая карта. Почему? Потому что она будет сама планировать, как она разменивается. То есть, например, она будет убивать 2 раза по 2-3. Или убить 2-3, а потом бить в лицо, пока оппонент, может быть, даже случайно ее не сломает. Да, не забывайте о том, что вы можете поставить пламенеющий доспех. Оппонент такой, а, да пошел ты вон, играем в фейсрейс. А вы как бы ставите девочек 1-4, и благодаря пламенеющим доспехам реализуете армор с этих девочек. Он не выдерживает, делает АУЕ, накидывает вам кучу брони, вуаля, вы выиграли. Вот. Карта хорошая. Ну, как бы, возможно, контрольный инзот вар из АЛАЙФ. Возможно, возможно. Надеюсь, что это так. Для арены точно топ, для Констрактеда тоже неплохо, если только архетип того воина, в котором она будет играть, будет, собственно, играть. Ныне сейчас у воина 2 архетипа, один для инвалидов, то есть для таких, как я, это квест вар, и он не особо играет тир-2, тир-3. И есть пирот вар. Пирот вар у пламенеющей доспехи не особо что бы нужны, потому что... Но зачем им карта, которая предсмертным хрипом добавляет им... Добавляет пролонгирование боя. Для него куда важнее даже была бы гуля, которая в некотором смысле ускоряет разбивание лица. Не забывайте о том, что есть всякие таунгиверы, которые, собственно, позволяют пламенеющим доспехам приносить еще больше вэлью. Есть уже таунгиверы типа Аргуса. А еще мы знаем, что в этом патче, в этом патче дают новых таунгиверов. И это уже очень интересная механика. Пламенеющий доспех десяточка. Жуткая кудесница. 2-6 за 4. Ванилл Тес пройден. Он для маг карта. Боевой клич вы кладете в руку зеркальные копии. Первое. Зеркальные копии хороший спелл. 2-0-2 таунта. Это хорошее сдерживание урона по себе. И против одинокой жирной кричи. Да даже против мелочи тоже неплохо. Второе. Это карта в руку мага, спелл, которого изначально не было в деке. То есть, это попытка, в некотором смысле, дать новое второе дыхание. Новое второе дыхание. Квест магу. Кто-то там в чат написал, дают мне копии. Очень, 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 очень думаю, что нет. Вот. И это прикольно. То есть, как бы, для под Йоксорона неплохо. Под Антона просто одинокого всегда неплохо. Представляете, вы играете Антона и 6 иллюзий. Если у человека просто нету директ-ремовала на Антона, он просто не может пробраться через эти иллюзии. И Антон уже имеет 3 фаербола и убьет. Маг с Антоном? Хорошо. Макс на... Ваншот маг на девочках? Тоже хорошо. У вас в мидгейме теперь появляется надежный вариант поставить юнита, который позволит вам и иметь спелл. Дешевый очень, который увеличит... Ускорит сбор... Ускорит сбор квеста. Что вам, на самом деле, не очень-то и надо. Потому что дело вы выиграете тогда, когда перелопатите свою деку. Ну, не суть, важно. Вот. Но при этом, при всем, вот будет вот такой вот контрольный. То есть, если как бы на то пошло, то вы можете представить эту карту как 2-6 за 5, которая еще с двумя 0-2 таунтами. И при этом, при всем, вы разыграли спелл. Это спелл у тетки за спиной 2 токена. Не знаю. Думаю, что... Думаю, что все-таки... Выглядит для арены точно хорошо, потому что добавляет гибкости. Вот. И точно проходит ванилотест. Для констрактеда кажется, что это важное подспорье для квеста. Но я, честно говоря, не знаю, действительно ли важное, действительно ли крутое подспорье для квеста. Вот, честно говоря, не знаю. Потому что вот Антон Мак выигрывает от того, когда перелопатит свою деку. Жуткая чудесница не помогает лопатить деку. И поможет ли она в этом плане, я не могу сказать. Хотя, в принципе, учитывая, что подспортив Агроты тебе нужны какие-то такие контрольные юниты плюс мелкие таунты, то, возможно, это хорошо. В любом случае, каждый раз, когда против на вас смотрит пират Вар, который держит в руке арканитовый риппер, и вы просто сыграли зеркальные копии, у него будет умирать нервная клетка. А учитывая, что у него все равно, всего их 3-4 штуки, то вам надо всего лишь пару жутких кудесниц против него сыграть, и ему жопа. В общем, карта точно неплохая для арены, и, скорее всего, найдет свое применение какое-то в констре, если, если сыграет, сыграются, если с зеркальных копий будет толк, так скажем. Vampiric Poison. Классовый спелл роги за два кристалла, который дает вашему вэпену лайфстил. Говно. Дальше. Кто на меня? Ладно, ладно, я не могу уже просто. Ну, на самом деле, я просто раздосадован тому факту, что, как бы, все говорят только о том, что, чтобы рога контрольная была, дать ей нормальный хил, и дают ей вот такой вот вот мусор. Нет, само собой, само собой, мы, возможно, увидим, возможно, увидим какие-то новые адекватные пухи, какие-то новые адекватные пухи, о которых мы еще пока не знаем. И, само собой, если у нас есть кинжал убийцы, ой, простите, самоубийцы, 3-4 за 5, то вот на него, накинув Vampiric Poison, ты имеешь 12 хила. А это его все равно не оживит, да, потому что это получается за 7 кристаллов, за 7 кристаллов, за 7 кристаллов, 3-4 вэпн, который дает тебе 12 хила только тогда, когда ты им хорошенько отстучишься. А что здесь такого супервыльевого? Что здесь реально такого классного? Если бы этот спелл стоил 1 или 0, я бы еще о нем как-то подумал, но 2 это как-то дофига. Это просто как-то дофига, надо посмотреть, что за пухи там будут, но 2 это просто как-то дофига. Если я возьму свой обычный даггер, нанесу на него яд, за 3 кристалла я буду иметь фири варакс. Если я нанесу еще вампирик поизон, я буду иметь за 5 кристаллов фири варакс, который выхилит меня на 6. Хорошо, предположим, что я разгоню просто невероятно, я сделаю супер ядовитую пуху с очень большим уроном, с очень большим уроном, но тогда мне проще просто нвном поизоном пользоваться, который будет ваншотать юнитов. Хорошо, я сделаю супер ядовитую пуху, которую буду бить лицо. Просто вот как бы такая и зачем мне тогда этот лайфстил вот прям вот так вот, если на то пошло. Есть же пуха за 4 маны 3-3, которая удешевляется за спылы. Она не за спылы, она за разыгранные карты не твоего класса удешевляется. В общем, как-то выглядит просто слабовато пока. Как-то выглядит слабовато. Есть трусильвер 4-2 за 4, который дает по 2 хила. У него как бы половинный лайфстил, грубо говоря. Он что-то стоит 0, а этот цельный лайфстил стоит 2, и пухи, на которую я должен кинуть вампирик пользу. Я пока не представляю. Веер как с этой карты работает? Шквал клинков ты хотел сказать. Шквал клинков с этой картой работает никак. Шквал клинков имеет в себе 2 составляющих. Это разломать твою пуху, взять ее урон и нанести по кругу, пропустив через спд. тот факт, что на пухе энвеном вампирик вообще никого не трогает. Кажется, кажется, что это фигня. Выглядит слабовато и играет слабовато, а твои предки улыбаются тебе. Нет. Кто на меня? Вот это новая карта вара, которая мне вообще на самом деле не очень нравится. Вы получаете 10 единиц брони за 2 кристалла эпическая. Существа в руке противника стоят на 2 кристалла меньше. Честно говоря, первое, о чем я подумал, когда увидел эту карту, это Милхаус Моносторм. Это какая-то такая своеобразная карта, которая дает тебе сейчас много value, а впоследствии на тебя может обрушиться шквал говна. Да, квалити, конечно, шикарная, но ничего не поделаешь. Мелкая и мелкая не проблема. 4К. шакалы. Да, ребята, только шакалистая, не бубите. Вот. Вы можете получить value, а может на вас и ушат с говном и не вылиться. Но есть одно но. Существа в руке противника стоят на 2 кристалла меньше. Во-первых, есть такие деки, удешевление с карт которым это просто кошмар. Например, какой-нибудь аукционист, например, какая-нибудь Ая, например, какая-нибудь 3-2 девочка, которая делает сплы подешевле, или вообще даже Антон. И этот баф будет сохраняться до конца игры. Если подумать, что это своеобразная провокация на потасовку, то есть вы типа делаете 10 единиц брони, оппонент такой, о боже, какие у меня дешевые существа, я сейчас их покидаю, а потом не сделают потасовку, то ваш оппонент не дурак. Вы забайтите один раз, вы забайтите два раза, а после этого он будет мариновать свои карты, и у него они будут с удешевлением и никаких проблем, он будет чувствовать себя очень хорошо. Единственная действительно крутая сторона этой карты, это то, что за 3 кристалла вы можете теперь при помощи шелдслэма ремовывать кричей, у которых 10 здоровья. С нуля просто. Брать и ремовывать. Кто на меня шелдслэм, добрый вечер, минус эшарадж, это да, это невероятная вольюха, но в общем и целом, в общем и целом, старая добрая ситуация с армором увара, мне кажется, вполне адекватной. Вот, поэтому мне кто на меня, кажется, нужно только там в единичных случаях. Ну и к тому же, как бы, на пятом кристалле, на пятом кристалле, да, то есть, как бы, предположим, что вы играете на четвертом кристалле, чтобы это был байт под подосовку. На этом же четвертом кристалле вы можете сыграть за три подъема армора на пять и дровнуть карту без всякого дроу-бэка. А что, если вы получаете эту карту на топ-деке? Как-то даже жесть. Мне не очень нравится. Мне не очень нравится, то есть, кажется, что это карта, которая, типа, должна каким-то чудо-образом воскрешать контроль вара, но у контроль вара, в принципе, с армором все не так уж и плохо, чтобы кто на меня было реально хорошей картой. К тому же, есть Айронхайт. Да, Айронхайт не обладает таким количеством армора. Да, Айронхайт за один кристалл восстанавливает пять армора, но хотя бы без дров-бэка. Если тебе нужна карта, которая отдает тебе кучу армора, то вот тебе Айронхайт. И удобнее. С Айронхайда можно юнитов пять, пять ваншотать за два кристалла. Ей! Погнали далее. Хладный дух. Боевой клич. Если один из противников заморожен, вы берете карту. Три-четыре за три. Собственно, альтернативная версия фризмага. Фризмаг не тот, который убивает вас с контролем, а потом нюками с пылами, а фризмаг, который эксплойтит тот факт, что вы заморожены. Собственно, вспоминаем Айсланс, который ушел в... Вспоминаем Айсланс, который ушел в Wild. Вот. Думаем, что вот о чем думали разработчики, пока мутили... Пока мы делали это решение. Пока решали это делание? Пока принимали это решение. Вот. Хладный дух. Три-четыре за три. Уже проходит ванилотест. Он или маг. И да, дает вам карту. Дает вам карту, если противник заморожен. Сразу вспоминаем 5-5 девчонку, которая получает плюс два, плюс два от замороженных. Сразу вспоминаем Элементаля. Сразу вспоминаем Раскол. Сразу вспоминаем Фростболт. Сразу вспоминаем просто заморозку и понимаем, что вариантов, вариантов, при которых эта карта может играть, реально дофига. Уже. Уже. И если, если какая-то хитрая механика в новом герое джайны заложена на заморозку, то, возможно, мы увидим именно вот такую хладную джайну. Потому что вот как бы берешь зелье заморозки за 0, кидаешь хладного духа, он сразу репикает зелье заморозки, вуаля, за 3-4 и за 3-4 ты имеешь замороженного вражеского юнита, ты имеешь 3-4 и по сути ты потратил карту только одну, потому что как бы хладный дух репикнул твое зелье заморозки. Само собой, хладный дух не дровает таким образом, если вы делаете фрост новую, потом хладный дух, он не будет за каждого юнита брать карту. Нет, если хотя бы один из противников заморожен, например, вы в лицо фрост болтом ударите горошеку, то хладный дух в этом ключе дровнет одну карту. Если все заморожены, то все то же самое. МБ заиграет раскол. МБ заиграет раскол, кто его знает. Типа заморозка, хладный дух, находитесь хладного духа раскол, и вы убили. Но пока что надо смотреть, как этот ледяной маг, новый фрост маг, будет выглядеть в общем о целом. Хватит ли у него карт, чтобы засиять. Хладный дух хорошо, хладный дух, но это лишь две карты из 30. Покажите все остальные, иначе он пока не работает. Погнали далее. Синдрагоса. Новый, новый, мини-доктор бум для мага. 8-8 дракон за 8. Сразу дракон, дракон, маг из риэл. Сумон 2-0-1 frozen champions. Что такое frozen champions? Это 0-1 с Deathrattle. 0-1 за 1 без таунта, но с Deathrattle. добавьте рандомного легендарного миньона в вашу руку. Мне синдрагоса не нравится вообще никак. Вообще не нравится никак. Даже если вы лопнете, даже если будет механика, которая будет позволять лопать вам, лопать вам на халяву вот эти две, два вот этих frozen champions, то мне кажется, что это мусор. Во-первых, само собой, возможно матрешка синдрагоса, с которой приходит синдрагоса. Во-вторых, 8-8 за 8, которая не имеет реально инстант-импакта на стол, а два вот этих 0-1 токена это без без изратла. Это, мне кажется, просто-напросто мусор. Просто-напросто мусор. Вот, серьезно. Вот. Слишком слабый импакт. Вспоминая Рагнароса, сразу 8 урона в лицо. Вспоминая Тириона, Супертаун, тебя не убить, потом даст пуху. Вспоминая Громаша, десятка урона в лицо. Механика типа пинга за 2 маны у мага. Давай, да, 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 расскажите мне, дорогие друзья, которые говорят про пинг мага, о том, какая это хорошая идея поставить за 8 кристаллов синдрагосу, а потом потратить 4 кристалла за то, чтобы в руку получить себе рандомные легендарки. Рассказываю, как будет все на самом деле. Вы ставите 8-8 за 8, 8-8 за 8, пингуете 1, пингуете 2, у вас надпегл и лор волкерчо, вы потратили суммарно 12 кристаллов, вам уже пиротвар добивает третью рожу. Вот как все будет на самом деле. Вот, вот как работает синдрагоса. Пока что никак, пока что пока что не видно реально того, что должно было у этого, что бы должно было за этого дракона решать. Единственное, что, единственное, что, ну, зотмаг и залаев, конечно же, я помню, как пытался все время зотмага с Ронином сделать, но он не работал и был мусором. Вот, фрозен чемпион, возможно, возможно, помогут это дело хоть как-то реализовывать. Для арены, для арены более-менее, для арены более-менее, потому что просто на арене, на арене тебе не так важен инстант импакт жирной кричи. И как бы медленно, но верно, но ты реализуешь фрозен чемпионов и, скорее всего, они будут тебе давать более-менее сносные леги. Ну, в общем и целом, слишком медленно и непонятно, почему, почему хотя бы эти фрозен чемпионы не имеют провокации. Хотя бы, ну серьезно, ну что это за фигня, ну как так? Ладно, погнали далее. Вуду Хексер. Таунд. Ммм, интересно. 2-7 таунд за 5. Кадой из изрил. Первое, что я хочу сказать, кадой изрил. Во-вторых, самый ближайший аналог это варовский классовый таун 2-7, который столько урона, сколько наносит, превращает в урон. Но здесь вот заморозка. И вуаля, 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 мы вспоминаем о новом топоре шамана, 1-3 за 3, который уничтожает, уничтожает замороженных юнитов. Получается, вы сможете проатаковать Вуду Хексером и, собственно, добить этим топором. Вот. Еще при этом при всем есть ледяной элементаль 3-6 за 4 маговский без таунта, который, собственно, работает по той же самой схеме. Вот. Поскольку на нем провокация, это очень здорово. Если кто не знаком с механикой заморозки именно юнитов, то там очень хитрая ситуация. Если вы, если вы сами проатаковали юнита, который замораживает, то вы, по сути, очень долго находитесь во фрезе, потому что вы отсидите во фрезе весь ход, когда передадите оппонента, потом к вам ход вернется, вы весь этот ход отсидите во фрезе, и только тогда, когда вы передадите ход обратно, с вас заморозка спадет. То есть, как бы, не только поощущение, это не только ощущается, это не только ощущается долго, это еще и на деле немножко подольше, чем то, сколько висит на вас, сколько нависит на вас заморозка, если просто вас, если вас просто заморозили. Заморозишь лицо и раскалываешь, то и раскалываешь лицо. Хорошая комбо, но нет. Так, ну, в общем-то, в общем-то, добавить, не дать, не взять, как бы, дополнительная карта в этого самого ледяного шамана. Посмотрим, какая будет херобилка, какая еще будет обработка фриз механики. Может быть, может быть, заиграет. Но для арены точно хорошо, потому что это просто хороший ледяной элементарь. Хороший ледяной элементарь всегда в цене. Бэр Шарк 4-3 за 3. Акула-медведь. Господи, акула-медведь это 5. Can't be targeted by spells or hero powers. Ну, понятно. Вообще, вообще, как бы, первое, о чем вы думаете, когда видите эту карту, что не такая уж она, не такая уж она и веселая. Почему? Потому что это 4-3 за 3, и просто чудесный дракончик. Но! Если на чудесного дракончика кидать фростболт, это не так уж и весело, потому что он стоит 2 и здесь 2, то на Бэр Шарка кидать фростболт это уже здорово. А самое главное есть Псарь, который на следующий ход из Бэр Шарка может сделать 6-5 таунт, 6-5 таунт, который не может быть затаргетен с пылами или хирообилкой. И вот это уже реально проблема. Да, следующая карта, которая будет у Ханта, это Чел Медведосвин. Вот. Так что Бэр Шарка и к тому же это зверь, к тому же это зверь, который идет в новый мулиган зомбобистов. Это зверь, который идет ну да, это зверь, который идет с попугаев там со всяких. Вот. Вполне неплохо. Вполне неплохо. Хорошая, хорошая, просто хорошая тройка. То есть обычно вы на 4-3 хотите потратить фростболт, а теперь на это 4-3 вы даже фростболт не можете. Сейчас ты фростболт дракончика кидаешь. После Сайленса каждый раз. Ты не прав первая мысль, а как он дышит. Конечно же это Роудхог в скине пирата, ребят. Дышит он соответствующим образом. Вот. Ну, в общем, хорошая карта для сшивания и вообще для забафа. Но, честно говоря, если не взлетела крыса как тройка, то Бершарк наверное тоже не особо чтобы взлетит. Хотя, знаете, нет, наверное, все-таки взлетит. Потому что, помните, была 2-5 вот эта личинка падальщика, которая ничем не обладала, была просто зверем, ее можно было бафать бацарем, ее брали. Теперь, вуаля, у вас есть автоматически мощная тройка, автоматически мощная тройка, которая просто вот, ну, хороша, по всем параметрам. Вот. Ханту будет подходить, у нее уже обилка на бестах. Конечно, конечно, конечно. Вот, но, например, если вы взяли динамантию, то забафать своего бершарка вы не сможете, потому что и ваши хера обилки тоже на него не действуют. Хапа, может дракомаг, но меня волнует дракожрец, он пугает. Я дракожреца, и про дракожреца ничего не могу сказать, я его не видел, еще и его дополнительные карты. Дракономаг пока что видел только Синдрагосу, Синдрагоса не оживляет дракономага, он титанически позади. Вот. Посмотрим. Хорошая карта, погнали дальше. Для арены точно топ, для констракта, да, если медринжовый хант будет играть, он будет играть с бершарком, скорее всего. Хадронокс! Оооо, вот это уже что-то с чем-то. Жуткий-жуткий паукан, паукан-зверь, 3-7 за 9. У нас еще пока что не уходят, у нас еще пока что не уходят звероловы, что очень важно. Подожди, Summon your taunt minions that died this game. Вау, ничего себе, ребята. Это что, получается, зот на таунты? Нзот на таунты, это Нзот на таунты, Нзот таунта друид. А какие у нас есть таунты, Deathrattle taunty? У нас есть Deathrattle taunty, ребята, у друида? Как так? таунты... просто таунты. Да-да-да, нет, смотрите, таунты, таунты, Deathrattle, это если мы хотим сыграть инзотом и таунтом одновременно. А если мы хотим просто таунты сыграть? Ладно, ребят, в любом случае, в любом случае, карта огонь. Карта... карта огонь. Просто огонь. Потому что, ну, 3-7 за 9, это, откровенно говоря, мало. И, само собой, поскольку это Deathrattle, поскольку... Блин, нет, нет, нифига, ребята, это Deathrattle. Это реально Deathrattle. Это Deathrattle. Это реально надо играть под умброй. Это очень тяжело реализовать. То есть, если вы напараетесь на персонажа, у которого нету полиморфа, то... то вы, как бы, молодец. Но если вы напараетесь на персонажа, у которого есть полиморфа, то вы, как бы, сыграли деку на таунтах, а после этого сыграли Ходронокса, которого... которого перем... полиморфнули, и всё, и конец. То есть, в чём сила инзота? Инзота юзэш на 10 ход Он батлкраин всех вытаскивает на стол Всех десратлов И вы такой, не-не-не, у меня все классно Что делает Ходронокс? Ходронокс такой фигни не делает Ему надо сначала умереть Ему надо сначала умереть Да, он сам по себе не таунт Даже Что очень сильно решает Потому что его вообще-то можно игнорировать Его вообще-то можно игнорировать Он вообще-то может долго умирать Может быть это какая-то карта К, я не знаю К чуть-чуть, к чуть-чуть Может быть какое-нибудь усиление Ктуна На предположим Предположим реально усиление Ктуна Или как бы самому с Нейчералайзом играть На полном серьезе Типа Ходронокс, Нейчералайз Вуаля, у вас весь стол таунтами забит С Ктуном реально нормально Потому что у тебя будет 5-7-5-7 5-7-5-7 Император Виклор Император Викнилаж Вуаля, у тебя куча жира на столе Который 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 не умрет Ктун будет 6-6 Ктун Ктун тоже Да, еще при этом при всем Вы можете забафать при помощи 1-4 Ктуна И Ктуна тоже реснет Ктуна тоже реснет Вот Я не знаю, кстати Ты уверен, что Ктун будет Ты уверен, что Ктун будет Без бафа Реснутый Баф же Ктуна висит на тебе Ходрагос дает новый архетип для друида Нзод и Фрид Друи Нзод, Нефрид, Друид Когда выйдет дополнение Сделаю эту дуку И посмотрю, что получится Слушай, нет Нефрид играет сам по себе Ему не нужна такая карта, как Кадронокс Просто для жизни И Зод там тоже ни к чему Зачем тебе дополнительный Зачем тебе масло масляное Зачем тебе две керри механики В одной деке Это полная фигня 5-10 и 4-6 Таунты не реснутся Они же перевоплощаются Да 5-10 и 4-6 не ресуются Потому что они не провокация То есть Буратино 8-8 6-8 Таунты за 7 А, нет 4-6 4-6 Рестница В форме Медведя Друида Потому что Он именно что Перевоплощается 4-4 Изначальный друид Не ресница А вот 4-6 Форма Это как раз таки То, в какой форме Он умер А вот 5-10 Не ресница Потому что 5-10 Приобретает Таунт С пылом 4-6 Как раз таки Рестница Да 3-6 Та Та Таунт Набафатель Тоже ресница Слушайте Мне кажется Что это вполне Неплохо Вполне неплохо Для Тунт Деки На друиде Вот так вот Пока что Больше никакого Применения Особого не вижу Но Карта Потенциально Геймченджер Вот так вот Карта Потенциально Геймченджер Посмотрим Как она будет играть Но потенциально Точно геймченджер Очень крутая Перевертыш Рестница Да Абоминейшн Арчер Господи Боже мой У него рука У него рука Из спины Это ужасно Абоминейшн Арчер Deathrattle Summon A random Friendly beast That died This game 6-7 За 7 Абоминейшн Короче Супер Жирный Пилотируемый Крошер Изада 4-6 4-6 Не рестница 4-6 Рестница Чек Идет На кладбоне На умершие Таунты 5-10 Когда умрет Это будет 5-5 Умершая Потому что Его бафы Его бафы И надписи На нем Не интересуют А 4-6 Когда умрет Рестница Потому что 4-6 Это не коллекционная карта Друида Медведя 4-6 Таунт За 5 Так что Рестница Ну Ребята На шестой ход Играете Хаймейна На седьмой ход Играете Абоминейшн Арчера И Воскрешаете 1-1 Овечку На которую Вам только что Кинули В полиморф Хаймейна Сосес Что в переводе С английского Сосежоп Конечно же Мощнейшая Карта Это Очень Крутой Крошер Очень Крутой Крошер Очень Крутой Крошер Любой Зверь Старше Тройки Четверки Которые Лестница С этой Фигни Это Дофига Не забывайте О том Что есть Зомбо Бист Который Может быть Вообще Просто Умопомрачительно Силен И Вот Вот так Вот Но не забывайте О том Что Хант Еще играет Кучу Мелочи Типа Вот этих Гулящих Котов 1-1 Еще Другой Или там Юнитов Которые Хотят Чтобы У них Был Бафф И тогда Абоминейшн Нерчер Какой-то Слабый Будет Абоминейшн Нерчер Уже Уже Сразу Топовый Пейт Спиннер Судьба Судьба Ткач Ух ты Интересно Интересно Интересная Штука Интересная Штука Очень Первый Спиннер Да Само собой Спиннер Азас Чуз Адатратал Сикретли То есть Вы выбираетесь Вы выбираете Втихую Десратал Фейт Спиннеру И оппонент Не знает Что это За Десратал Дать Три Дамаги Всем Миньонам И это Не Десратал Юнит Это мы Помним Потому что Здесь Ты Выбираешь Десратал Дать Три Дамаги Миньонам Или Дать Им Два Два Вот Так Вот Всем Причем Всем То есть Либо АОЕ На Три По Всему Столу За Пять Кристаллов Что Вообще Прикольно Достаточно Либо Всем Миньонам Дать Плюс Два Плюс Два Слушайте Фейт Спиннер На самом деле Прикольный Из-за Этого Потому что Скорее Сего Его Будут Использовать Как Борд Клир Ты Ставишь Фейт Спиннера Делаешь Ему Три Домоги Твой Оппонент Знает Об этом Но Вы При этом При всем Делаете Какие-то Хитроумные Майндгеймы И редко Но Делаете Плюс Два Плюс Два Ваш Оппонент Как-нибудь Неудобно Разменяется А потом Окажется Что Фейт Спиннер Дал Плюс Два Плюс Два Да По столу По столу В среднем Фейт Спиннер Понятен В среднем Фейт Домоги Всем Миньоном Я уже Чувствую Трульдент Где чувак Случайно Мискликнул И сделал Фейт Спиннера Неправильно На три Домога По всему Столу А его А его Не раскусили И все дела В общем Интересная Карта Кроме того Что это Интересная Карта Сказать Больше Ничего Не могу Потому Что Не очень Понимаю В каком Друиде Это будет Играть На Арене Точно Неплохо Три Домога Всем Миньоном За пять Кристаллов Это Дофига Вот Или В худшем Случае Просто Забафать Всех Миньонов Ну Бафать Всех Миньонов На плюс Два Это вы Можете Принести Вылью Вашему Оппоненту Когда Вы наносите Три Домога Всем Миньоном Вы Вылью Оппоненту Не Принесете Это Очень Важно Понимать Вот Но Вообще Как бы Конечно Да Пошел Покерок Ребята Пошел Покерок Угадай Куда Я Укашу Укушу Да Мне Кажется В Токен Он Неплохо Зайдет Ну Если Конечно Если Человек Не Может Разобраться С 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 В Аградруля В Аградруля Наверное Неплохо Да В Аградруля Вполне Неплохо Реально Заходит Прям Вот Если Прям Сейчас Брать То В Аградруля Неплохо Потому Что Как бы У вас Занят Стол Вы Берете Фейтспиннера На Плюс Два Плюс Два У вас Не Занят Стол Вы Берете Фейтспиннера На Дил 3 Дэмэж Тол Минянс Оппонент Точно Под Фейтспиннера Выставляться Не будет То есть Будет Сам Размениваться С 5 3 Неудобной Кричой Прикольно Прикольно В минус Сыграть Вряд ли Вряд ли Вряд ли Какая-то Дэка Которая Встретится Кендруиду Когда-то Кендруид Уже Заспамил Стол И поставил Фейтспиннера Сможет Наспамить Столько Много Чтобы Фейтспиннер Это Дело Запорол Друиду Реально Вряд ли Под Живую Ману Под Живую Плюс Два Потом Живую Ману И его Доразмениваешь Ну тебе Надо Фейтспиннером Дожить До Следующего Хода Что Очень Вряд ли Ладно Погнали Далее Похитительница Трупов 3 3 За 4 Боевой Клич Получает Провокацию Если В колоде Есть Существо С провокацией Аналогично Для Божественного Щита Похищения Жизни И Нисусство Ветра Короче Берете Две Эти Карты Берете Две Эти Карты Кладете В деку Какой-то Лайфстил Какой-то Лайфстил И Аллакира И вы Победили Вы Победили Все Вы Просто Победили Ребят Это Просто Обосраться Это Очень Сильная А Подождите Это Четверка О Это Четверка Ребята Блин Я думал Что Это Тройка Я думал Что Это Тройка Ребят Ну Слушайте За Четверку Это Уже Не Очень Здорово Она Рывок Не Дает Ален В смысле Аллакир Тебе Нужен Чтобы Все Бафы Набрать Если В Колоде Есть Существо Напоминаю Что Если Вы Достали Из Вашей Колоды Все Существа Которые Имеют Эти Штуки То Вы Принцип Проиграли Вот Поэтому Вам По сути Надо иметь Несколько Божественных Щитов Несколько Похищений Жизни И Идеали Еще Несколько Нисост Ветра Ну Ладно Хрен с ним С ней С ней С С ней С Ветра Тут Такая Ситуация Что Все Бафы Эти Собирать Не Надо Тут Как До Этого Механика Была Про Мурлока Зверя Зверя И Дракона Просто Не Играет А Что Значит В колоде В колоде Это То Что У Тебя Справа Среди Карт Есть То Что У Тебя У Тебя Не В Колоде То Если У Тебя Лакир В Руках Похитительница Трупов Будет 3-3 За 4 Ладно Давайте Давайте Просто Поэтапно Если У Похитительницы Трупов Хотя Бы 2 Бафа Если Есть Хотя Бы 2 Бафа То Она Все Еще Не Очень Только Существо Да Только Существо Спелс Лайфстил Не Закатит И Заклинание Нистоства Ветра Тоже Не Закатит Вот Она Все Еще Не Очень Она Будет 3-3 Бабл Таун За 4 Это Фигня В то Время Как Мы Живем В Эпоху Талвирских Камнемагов Которые 3-5 Таун За 4 Просто Из-за То Что Сыграл Элементаль Поэтому Тебе Нужна Будет И Похищение Жизни И Нистоство Ветра Нистоство Ветра Не Обязательно Похищение Жизни Точно Серьезная Механика На Бабл Таун Юнита И Точно Поможет Поможет Тебе Уже Хоть Что То Делать Вот Для Арены Для Арены Вы Вряд ли Вы Вряд ли Соберете Сильную Похитительницу Трупов Потому Что Вам Реально Надо 3 Бафа Вот Так Вот По Чесноку Чтобы Она Была Ок Вам Надо 3 Бафа Потому Что Как Б Первый Баф Просто Делает Из Нее Какой-то Адекватный Юнит Да Вспоминаем 3 3 За 4 С Баблом Да Она Будет 3 3 За 4 С Баблом Это Фигня Делает Из Нее Какой-то Маломальский Адекватный Юнит Потому Что Изначально У нее Достат Второй Баф Делает Ее Уже Окейным Юнитом За Свою Кристальную Стоимость И Только Третий Баф Делает Ее Достойной Вот Этого Вот Хитрого Колода Чека На мой Вкус На мой Вкус Вот Возможно Возможно Какие-то Хитрые Деки Вот Мы же Знаем Да Что Сейчас Будут Появляться Деки С Баблами Да Вот Например Если Есть Тирион У вас В деке То Автоматически Она Уже Имеет Провокацию Провокацию Бабл При этом При всем Вы можете Взять Сенапало Агнеуса И вуаля У вас Уже Точно Будет Лайфстил Провокация И божественный Чит Если Конечно Сенапало Агнеуса Переработают Вот Нистоство Ветра Вам в этом плане Даже уже И не надо Ну а Зачем Оно Вам Винфьюри Тяжело Очень Сделать Ну как Потому что Нету Адекватных Винфьюри Карт Адекватных Винфьюри Карт Нету Ну и Как бы Их Винта Сним Три Маны И сделать Лего И вот Три Маны И сделать Лего Это Да Есть Такое Ну прикольно У похитительниц Трупов Есть Взрывоопасная Вэлью Может быть Реально Может быть Даже Заиграют Но Даже В этом Ключе Пинг Фростболт Убивает Ее Без Без Всяких Там Сожалений Хм Честно говоря Хотя бы Три Четыре У нее Статы Были Или Четыре Три Тогда Было Наверное Как-то Поправильнее За Три Кристалла Ее Конечно Еще Можно Было Быть Но Это Был Совсем Перебор Жирный Для Арены Нет В Констракте Наверное Кто-то Что-то С ней Придумает И Скорее Всего Это Будет Паладин Который Как-то Как-то Работает С Баблами Таунтами И Лайфстилом Скорее Всего Вот Как-то Так Скорб Света Когда Ваше Существо Теряет Божественный Щит Получает Плюс Один К Атаке Так Ну Давайте Поэтапно Давайте Поэтапно Один Четыре Пушка Стоит Один Кристалл Это Молот Света Теперь Сразу Вопрос Когда Ваше Существо Теряет Божественный Щит Получает Плюс Один К Атаке Скорб Света Скорб Света Получает Плюс Один К Атаке Если Оно Получит Хотя Бы Два Божественных Щита Будет Потеряно Пока У вас В руке Скорб Света Это Станет Три Четыре Пуха Это Станет Уже Это Уже Станет Здорово Вот Сразу Безусловно Первое О чем Вы Подумали И Я Об Эм Тоже Подумал Сразу Как Только Увидел Это То Что Есть Такие Крутые Чуваки Ну У Паладина Есть Куча Всяких Куча Всяких Баблов Это Даже Обсуждать Не Будем Есть Такой Крутой Чувака Славик Синдарай Он Ж Рыцарь Крови Который Жирает Ваш Божественный Щит И Из Этого Получает Баф Что Точно Плохо Что Вообще То Слава Синдарай Реально Не Любит Съедать Собственные Баблы Ну Ладно Давайте Посмотрим На Командира Авангарда Вот Он 4 2 4 2 С Баблом Вы Либо Наносите 4 Урона И Он Наносит 4 Урона Но При Этом 4 2 Не Остается Стоять То есть Вы По Сути Бабл Бабл Поменяли 3 3 4 2 Статы На 3 3 Особо Ничего То же Самое С Коров Ушкой 4 5 Таун Она Пережив Этот Бабл Дает Дополнительное Переживание Урона Или Фри Дамаг То Грубо Говоря Он Стоит Этих 3 3 На Славике Синдарай К тому же Этот Перебафанный Славик Синдарай Слишком Уязвим Потому Что Это Будет Тот Самый Тот Самый Сбор Всех Яичек В Одну Корзинку Вам Кидает На Него Полиморф И Вуаля Вы Расстроены Поэтому Славик Синдарай Наверное Приемлем В этих Деках Наверное Приемлем В этих Деках Но Скорее Всего Ваш Баббл Вы Хотите Реализовать Именно Реализовав Свой Собственный Баббл И Вот Так Вот И Вам Надо Потерять Примерно 4 3 Божественных Щита 3 Божественных Щита Чтобы Эта Пушка Стала 4 4 Чтобы Вам Реально Захотелось С этой Скорбью Света Воевать Но При этом При всем Как бы Если Мета Будет И Мы Уже Кажется Увидим Этого Ханта На секретах Возможно Уже Видим Эту Скорбь Света Если Баббл Полотины На Скорбе Света Взлетят Увидите Сразу Слизняков Которые Жрут Пухи Уже Сразу Эта Дека Эта Карта Скорбь Света Не Ест Бабблы И Об этом Не Было Сказано Ни Слово Я Не Сказал Что Эта Карта Ест Бабблы Я Сказал О том Что Вы Можете Получить Ей Баф На Эту Пуху Сожжав Собственные Баббы Но Это Полная Фигня Когда Ваше Существо Теряет Божественный Щит Видимо Они Очень Сильно Хотят Создать Архетип Баббл Паладина Который Между прочим С самого Начала С самого Начала Времен Навязывался Вот Посмотрим Какие Остальные Карты Может быть Баббл Паладин Взлетит Она Получает Она Получает Дамаг Когда Если В руке Во Вот Это Кстати Хороший Вопрос Вы Хотите Сказать Что Она Растет Она Растет Просто С того Как Она Просто Растет В руке Нет Если Она Бросла В руке Она Была Написана Получает Когда Ваше Существо Теряет Божественный Щит Получает Присоединение К Атаке Пока Эта Карта У вас В руке Пока Эта Карта Находится У вас В руке Они Разыграны На столе Так Что Это Только От Розыгрыша На столе Если Было Можно Было Ее Вперед Баф Это Была Боимба Любой Баф Вперед Это Очень Сильная Тема Вспомни Вспомни Что Делает С Простыми Ферри Варакс Ами Этот Хобарт Дрэк Или Три Три Девочки Которые Бау Дают Плюс Один Плюс Один Это Полная Жесть Была Б Так Что Вам Придется Как Только Вы Возьмете Скорб Света Ей Не Махать Не Махать А Ждать Пока Вы Сможете Из нее Кучу Оппоненту Собственно Новая Карта Опять же Старый Добрый 1.7 Болвар Раньше Болвар Фордрагон Теперь Болвар Паленный Кто Не Знает Болвар Сидит Сейчас Вместо Лич Кинга На Троне Божественный Щит На нем Уже Есть 1.7 Бабл Когда Ваше Существо Теряет Божественный Щит Получает Прис Двек Атаки В общем Это Болванка Юнит Такой Как И скорбь света Который Бафается От Потери Вами Божественного Щита Артецкий Действительно Хорош Очень Хорошо Кстати По Цветовой Гамме Сочетается Вообще С рубахой Паладина И вообще Со всем То есть Выглядит Реально Эпично Сам Как бы Золотой Желтый Черный Серый И тут Тоже Металлический Желтый Оранжевый В общем Прикольно Выглядит 1.7 Бабл За 5 В общем И целом Само собой Когда вы Смотрите Булвара Паленного Хотелось Бы Каких-то Юнитов Само собой Чтобы Какие-то Юниты Под его Выход Потеряли Бабл Если Он Теряет Бабл Он Тоже Получает Баф На 2 Атаки То есть Грубо Говоря Как только Он Потерял Бабл Он Сразу Стал 3.7 Что Делает Его Автоматически Сильной Карты Вот У нас Достаточно Сильные Карты Болвар Скорб Света Обычные Бабл Гиверы И Еще Пару Каких-нибудь Хороших Бабл Карты И Бабл Паладин Готов Бабл Паладин Будет Очень Силен Бесить Будет Будет Здоров Собственно Погнали Далее На арене Само собой Нет Бон Бон Мэйр 5.5 За 7 Это Просто Это Просто Костяной Конь 5.5 За 7 Батлкрай Гива Френдли Миньон 4.4 Энд Атонт Окей Сразу Сразу По поводу Сразу По поводу Арены Вообще-то Это 9.9 За 7 Где 4.4 Идут Чарджем И Еще При этом При всем Таунд Эта Карта Сильнее Буратино Друидов Друидского Классового Вот Очень Похожа На Правду То есть Как бы Печать Королей Баф Пало 2.6 Да Это Это Реально Это Реально Прикольно Это Баф Пало Только Только Не 2.6 Само собой Ну это Реально Хорош Это Такой Своеобразный Новый Доктор Само собой Это Не Доктор 7 Потому Что Эта Карта Во всех Во всех Спеках Не И Точно Скорее Всего Это Новая Имбишка На Арену Вот Ну В общем И Целом Это Хорошая Карта Это Хорошая Карта Может Быть Даже Кто-то Ей Найдет Применение Потому Что Ну 9.9 И Таун За 7 Это Реально Хорошо Очень 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 Мощно Очень Мощно Я не Я просто Понимаете Как бы Если брать Архетипы Современные Деки То Это Как бы Мидринжовая Контрольная Мощная Карта В Мидринжовых Деках Это Будет Работать И Это Будет Имбой Но Мидринжовых Дек Сейчас Как таковых В Ладдере Не Представлено Поэтому Я не могу Представить Как будет Играть Эта Карта Сейчас Никак Мидринжовых Дек Нету Но На Арене Это Точно Имба И Карта Сама Точно Достойна Внимания Вспоминая Защитника Аргуса 2-3 За 4 Который Дает Плюс Один Плюс Один По бокам И Таунти И Таунтишки Бонмэр Это Просто Жесть Потому Что Все В одного Вливается И Таунт Одному Вливается И У Самой Бонмэр По сути Ванилотес Только На 2-2 Пропущен То есть Это Просто Жара То есть Реально Мне кажется Что Что Эта Карта Хороша И С Ней Кто Нибудь Что Нибудь Придумает Вот Этот Паладин Между Прочем Будет Самый Обыкновенный Мидрэндж Самый Обыкновенный Мидрэндж Вот Бонмэр Может Спокойно Туда Залететь Флаффи Фири Варьер Пушистый Пушистый Фири Варьер О боже Это же Кайф Пушистый 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 Гневный Воин Фири Опаленный Фири Фири Огненный Пушистый Огненный Воин Это Когда Классовая Единица Вара Фушистый Огненный Воин Когда Когда Вы Разыграете Миньона Когда Вы То есть Не враг Не враг А когда Вы Разыграете Миньона Пусть Этот Миньон Получит Один Урона То есть Вы играете 1-4 Арморщицу Она сразу Дает вам Один Армор И Получает И Становится 1-3 Что Плохо Когда Вы Деиграете Служителя Боли Вы Получаете Сразу Карту Он Солнится 1-2 Что Уже Хорошо Но Это Просто Как бы Штука Которая Наносит Урон Вам Сама Она При Этом 1-3 И Таун 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 это, если вы сыграете вот этого вот этого чувака, и коня погибели. Вот это нормально. Таунта 2-6, 5-5. Таунта 2-6, да. Таунта 2-6, будь здоров, да. Берсерк. Бэкстеп Рогинис работает, да. Бэкстеп Рогинис играет. Громмаш, патрон, да. Куча всяких карт, которые, как бы, по сути, на халяву будут иметь вэлью после этого флуфи Фериорера, но стоит ли эта карта слота в деке? И кристалла. Не знаю, как-то даже... Как-то даже не знаю. 2-4, 2-6, реально, как бы, прикольно. Да, ваши 2-6 таунты сразу становятся 5-5. Там разыгрываешь, а не призываешь. Варгена, да, сразу. Кстати, с Громмашем это же удобно, да. Ты как бы ставишь его, его либо ремовывают, либо Громмаш просто сразу 10-10-8, бежит в лицо, разбивает кабинет, очень здорово. За 4 маны 1-1, которые призывают 5-5. Да, можно и так, но... После ухода 4-2 Громмаш особо и не ты играл, да. Ну, с патроном 1 сработает, да. С патроном само собой сработает только 1, потому что на розыгрыш она сыграет. Блин, если бы он... Знаете, вот скажу так, если бы он если бы он играл в обе стороны, то я считаю, что это была бы очень хорошая штука, потому что он бы наносил тычки всем юнитам, которые сыграны и со стороны оппонента. Но, видимо, они посчитали, что это слишком имбалансно, поэтому сделали так, как есть. Не могу сказать, что я вижу архетип вара, который сейчас на этих войнах сейчас просто взлетит. Вот так вот, просто не вижу. Видимо, они как-то... Видимо, они как-то грезят на том, что все-таки вар на инрейджах как-то будет играть, и вот вам дополнительная карта вара на инрейджах, но вам нужны тогда топовые инрейджи в игру, а не берсерки-гуру-баши и дробители, которые есть. Вот такие пироги. Пока что не кажется, что это особо играет. Сангвин Ревеллер. Интересная карта. Дестрой Афрендли Минниен Энгейн Пласту Пласту. Локовская коммонная карта. Между прочим, неплохая. Вам достаточно... Вам, ну, опять же, под лок, под золока вполне неплохо. Каким-нибудь макаром где-нибудь единичек, 1-1 где-нибудь какой-нибудь получите, проатакуете им, и, пожалуйста, сожрали, и вот вам, вот вам Сангвин Ревеллер. Или на худой конец вы можете поставить одного Сангвин Ревеллера и сожрать его другим Сангвин Ревеллером, и у вас 3-3 на второй ход. Да, одержимый крестьянин яйцо какое-нибудь, какое, не знаю, например, 0-3. Да. Вполне нормас. То есть поставили яйцо, и вот вам... Поставили яйцо, и вот вам супер триггер на яйцо. Да. Да, вполне неплохо. Неплохая, неплохая, неплохая карта. Напоминает... Ну, грамот, грамотная, грамотная, да. Ну, блин, даже 4-4 звер не заиграл. Так, в смысле, это карта к 4-4 зверю. Зверю, понимаешь, если он у тебя не играет, если он у тебя не играет, ты можешь его просто поставить и тиродактилем сожрать. Вуаля. Вуаля. Это дополнительная карта, которая оживляет Зулока. И вообще, как бы карта у Зулока есть, может быть, Зулок снова заиграет. Вполне неплохая. Вполне неплохая. Почему нет? Ориентировочно... Ориентировочно, правда, учитывая, что тебе надо будет убивать, как правило, 1-1 за... 1-1, то она будет все-таки иметь 2-2 за 1 вэлью, что не делает ее прямым бой. Но если вы будете убивать полезных юнитов, которые вы хотите умирать, например, 0-3 яйцо, то это будет имба, конечно. Погнали далее. Хаулинг Командер. Эээ... Battlecry. Draw a Divine Shield minion from your deck. Эээ... Окей. Еще в полку прибыло. Они добавили много карт реально крутых под Divine... под Divine Shield в... в... в игру. То есть мы уже можем спокойно добавлять Тиреона Синопала Агнеуса, и теперь при помощи вот этих карт мы можем их доставать. 3-3... За 3 кристалла 2-2 это мало, но мы можем их доставать, чтобы они у нас были. Вот. Изи Тиреон в руку. Да, реально. Изи Тиреон в руку. Вот так вот. Если вдруг... Если вдруг кажется, что что-то как-то тебе не хватает... Не хватает пара, пожалуйста, седьмой ход и жмешь Хаулинг Командера, и может быть, ты достанешь Тиреона под... под восьмой ход. Действительно... Действительно... Единственное, что не очень хорошо синергирует с похитительницей трупов, потому что вытаскивая из деки баблы и провокации лайфстилы ты не очень много чего достигаешь. Ну, в общем, в целом, как ротаторы... Ротаторы деки очень даже неплохо. Ротаторы деки очень даже неплохо. Просто как бы такая своеобразная дроволка. Другое дело, что, честно говоря, она как-то мало дает, потому что 2-2 за 3, то есть у нее не до стат, она напоминает больше Гарпию. При этом, при всем, вы дровываете свою же карту с Дивайн Шелдом, которую сразу и не сыграете. Вспоминая, что сейчас есть Арканолог, который за 2-3 за 2 достает сразу секрет, как-то вот эта карта выглядит слабовато. Но, видимо, видимо, решили, что только так оживлять будут, не будут переусердствовать. И ядовитая ловушка. Секрет. Когда противник атакует, ваше существо, вы призываете кобру 2-3 с ядом. Ну, дополнительная ловушка, которая очередной раз призывает 3-х кристального юнита за 2. Теперь раньше был Миша 3-3, теперь у нас 3-3-3 змеюки, Миша 3-3, 3-3-3, кот в шляпе, никогда не забуду, что это не пантера. И вот 2-3 кобра с ядом. Теперь еще есть для тройки. Вот такие пироги. Вполне неплохая, учитывая, что появился профессор Мерзоцит, дополнительные хорошие секреты не помешают, а это хороший секрет. Вот, посмотрим, пока что контроль хант мне не кажется супер рабочей схемой, а вот хант на луке орлиного рога может быть с каким-то хитроумным лейтом кажется вполне адекватной штукой. Например, если ты сыграл змеиную ловушку, то абоминация, которая резает зверей, будет очень часто вытаскивать змей, потому что у тебя в кладбище будет 3 змеюки. А вот если ты заменишь кладбище змей вот на эту ловушку, ядовитую, то у тебя будет воскрешаться кобра, а кобра это уже неплохо. Вот такие пироги. Так, мне там говорят, что нету одной картейки. Сейчас ну и собственно вот это одна из самых первых заанонсированных карт. Честно говоря, она меня вообще никак не воодушевила. 5-6 за 4 Deathrattle deal 5 damage to your minions. Честно говоря, показалось просто никакой. То есть сама по себе она без какого-либо комбо полная фигня. 5 дамага не какому-то одному миньону, например, какая-нибудь мелочь получила, 5 урона и все, а именно всей борде. То есть ты поставил это 5-6 и больше просто по сути размениться не можешь. Но у него хорошие агрессивные статы, это по сути позволяет ему законтролить раз, потом тебе как-нибудь подроваться, похилиться, потормозить и законтролить два. вот такие пироги. Я еще видел какой-то опять 6 пристовская за 5, которая дает копию твоего винта 1-1. Вот, но, честно говоря, официальных подтверждений никаких не было, ну и фиг-то с ним. Вот, такие пироги. Это все карты, что у нас тут были. Да, думаю, это все карты, что у нас тут были. Ну, во-первых, не показали самого сладкого, дорогие друзья, а самое сладкое это, само собой, самое сладкое это, само собой, классовые карты, потому что карта Рексара точно очень интересная, дает новую херобилку. Понадеемся на то, что остальные карты, остальные классы будут не менее плохими, если даже не лучше. Новая механика, новая механика, новые достаточно интересные карты. Мне нравится то, куда идет Hearthstone, то, как он сейчас начал развиваться. Вот эти новые, новые, выбери секретный Deathrattle, и там дека, которая прямо эксплойтит, эксплойтит, эксплойтит баблы, и занимается чеком твоей колоды, это прям прикольно. Такое ощущение, что Blizzard немного подглядели, немного посмотрели на Гвинта, немного посмотрели, как там все работает, и за счет чего играет, и начали думать о том, что и у них может, и у них может получиться, и может оказаться очень мощной, все очень мощным и крутым. Блин, мне нравится, мне нравится то, куда это идет. А престовская карта, где у меня ее, нету. У меня это, у меня нету, и как бы я не могу утверждать, что это фейк, но я слышал про престовский Epic 5-6 за 5-6 за 5, который дает копию вашего юнита 1-1 оппоненту. Не очень понимаю, зачем такая механика, может быть, там супер какая-то штука. Вот. За сим, с обзором, я думаю, на сегодня все. Время –